Приветствую вас, и для начала хотелось бы сказать о том, что тот факт, что вы довольно легко общаетесь, как вы говорите, все не означает того, что мужчины действительно с вами легко общат. Очень можно быть, что ваш коллега общается с вами легко, но только лишь исходя из внешних стран. То есть он делает вид, что он легко общается с вами, а в действительности это стоит ему некоторых трудов, некоторых усилий, и, собственно, эти усилия как раз-таки мужчина и, скажем так, проявляют в том, что поглашивает вот, собственно, тот самый предмет, о котором вы говорите. То есть не споря с вами и не осуждая вас, не говоря, что вы там обязательно неправы, что вы что-то неправильно поняли и так далее, Я бы хотел заметить, что внешнее поведение человека, особенно если вы его знаете недостаточно хорошо, не стоит воспринимать как правдивое, как настоящее, как соответствующая действительности. Это неправильно, это опрометчиво и это слишком поверхностно, ошибочно. Вы можете совершить ошибку, если будете наблюдать только за тем, как человек проявляет себя именно вот в соответствии с внешними признаками, в соответствии с внешними ориентирами поведения. Это первый момент. Второй момент. Дело в том, что вполне возможно, что ваш мужчина, вообще говоря, действительно не испытывает какого-либо переживания по отношению к вам. То есть, как такового переживания по поводу вас, у него нет. Переживания по поводу вас, у него нет оснований, нету необходимости. Но, мы же не знаем. Может быть у него такая привычка и так он снимает стресс. Стресс, не связанный с вами, не обязательно связанный именно с вами стресс. Может быть этот стресс просто в результате работы образовался и так далее. Мы этого знать не можем. Но, однозначно я хотел бы сказать, что если человек непроизвольно что-то делает, значит ему это что-то дает, а это в свою очередь означает, если ему что-то дает, то это в свою очередь означает, что он что-то получает. И вот, ответить на вопрос о том, что же он получает, мы, к сожалению, не можем. Потому что, нужно больше информации о человеке. Но, определенно, это его потребность, определенно, это его привычка, которая что-то ему дает и обеспечивает комфорт в его состоянии. Мужчина чувствует себя более комфортно. И, как правило, ритмичные действия – это именно то, что успокаивает человек. Но, совершенно необязательно, что успокаивает именно в контексте вас. Может быть, мужчина успокаивается просто по своей деятельности. Может быть, мужчина так делает всегда. Вы попробуйте посмотреть, вот, например, он пойдет обедать один, или пойдет обедать с кем-то другим, допустим. Вот вы посмотрите, он будет то же самое делать или нет? Если да, то, значит, это какое-то другое значение имеет. Скорее всего, то же самое значение, но только немножечко более общее, немножечко более широко, так сказать, распространенное. Не конкретно на вас. Ну, а если это только с вами, то все очевидно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...